Новая программа развития экономики правительства Турции нацелена на снижение инфляции до однозначных цифр. Об этом заявил в интервью телеканалу НТВ министр финансов страны Мехмед Шимшек. Однако он подчеркнул, что снижение показателей ожидается не раньше второй половины 2024 года. Одновременно можно будет говорить о начале снижения ставки Центрального банка Турции. Также министр отметил, что два других основных направления госпрограммы – это фискальная дисциплина и реформы. Власти Турции прогнозируют постепенное снижение годовой инфляции с ожидаемых 65% в текущем году до 8,5% в 2026 году. Глава Минфина также сообщил, что власти намерены уменьшить объем кредитования населения. Изменений в том, что касается приобретения первого объекта недвижимости в кредит, не будет. Однако, если гражданин покупает вторую, третью квартиру или же дом на курорте, то мы не станем оказывать ему поддержку кредитом, если у него есть свои возможности для покупки. Мы серьезно ограничим кредитование в этой сфере. Мехмед Шемшек также сообщил, что Всемирный банк планирует предоставить Турции пакет помощи в размере 35 миллиардов долларов. Эти средства предназначены для реализации среднесрочной экономической программы. Власти страны на прошлой неделе обнародовали комплексную программу, рассчитанную на три года и нацеленную на устранение кризисных явлений в турецкой экономике. С главой нашего Центрального банка у нас состоялась долгая встреча с президентом Всемирного банка. Мы рассказали о подготовленной программе. Во Всемирном банке сообщили, что выделят на поддержку нашей программы еще 18 миллиардов долларов, в дополнение к уже запланированным 17 миллиардам долларов. В общей сложности в Турции будет представлен пакет помощи от финансового института на сумму 35 миллиардов долларов. Продолжение следует...